А в нашем сообществе ВК по понедельникам эксклюзивно выходят влоги, так что давайте скорее вступайте. В этом влоге я буду пытаться изо всех сил улететь в отпуск. Есть ощущение, что надо дождаться осенних каникул, Вась. Хорошо. Плюс к нам приедут суперзвезды Ютуба для того, чтобы поиграть с Василисой в прятки. Идите скорее искать. А еще я уволю Артура. Еще я уволю Артура. Так, ну что же, всем привет. Мы приехали сегодня на ЦСКА какую-то там веб-арену. Чтобы посмотреть финал Испания-Англия. Да шучу. Вижу, что вы валяетесь в ССКА. Скажу правду. Мы пришли посмотреть на матч Тудрот и Брокбойс. Но для этого, чтобы посмотреть, надо сначала найти вход 11.1 и попасть в подсобное помещение. Мы вот так смотрим футбол. А еще мы пришли и нам сказали, а вы, да, вы за Тудрот, а кто ваш оператор? А вот, все, вижу, да, хорошо. Уже нас знают. Мы такие вот спортивные блогеры. Я и мой жирный оператор. Ребят, я собираю петицию, что Денис меня обижает. Мама и папа, пожалуйста, подпишите петицию. Вау, 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 шутки мои. Ладно, про Толстого. Это все, конечно, шуточки, прибауточки. Но я бы никогда не подумал, что этот поход на футбол обернется тем, что я уволю Артура. Так, нам вот туда сказали, 1.1. На что ты сегодня готов, если Тудрот берут трещьку? Слушай, ну я сделаю ужин, Женя. Да я не знаю, что ты делаешь. Тебе надо сейчас шутку какую-то выдать, я не могу тебя. Слушай, я хочу дерево посадить. Можно я дерево посажу? Да. Как назовешь его? Ну как, конечно же, Тудрот. Надо два-то дерева, да, Слушай? Все. Короче, сразу вопросы задают. У меня такое ощущение, что сразу шутить. Так, ну что же, сегодня у меня эндокринолог, УЗИ брюшной полости. Вот, вот такие новости. Как вам интересно про так посмотреть? Это у меня по-прежнему все проверяю после беременности. Мою щитовидку, у меня же узел. Вот, и, собственно, сейчас пришло время, чтобы проверить этот узел. Гормоны сдала. Вот сейчас еду к эндокринологу своему, чтобы все узнать, разузнать. Ну, а как не переживать? Конечно переживаешь, это же твое здоровье. Еще же постоянно же, как бывает, все время себе что-нибудь навыдумываешь, какой-нибудь диагноз себе поставишь. Вот, видите, человек полностью с вами согласен, свои истории тоже рассказывает. Ну, они тоже с ними. Кто говорит? Ой, мы что, на поле идем? Я знаю. Да ладно, ладно, ладно. Все, все, все. Ладно, что вы. Оставьте это для футболиста. Это бонжур. Приветствую. Приветствую. Артур. Вот какая-то, что ты скажешь. Что у тебя такое вообще? Удачи вам сегодня. Он стал нашим болельщиком. Я этого очень рад. С детства за тот рост. Три недели за тот рост. Но мы все равно, приятно. Ключом ставим прогнозы ваши на счет, друзья. Я ставлю на 7-0. Уголяка Бэт. 7-0 в пользу Туд Роц. Как ты? Каждый день ставшая бутылка, это счет, с каким победит Туд Роц. 1-0, 2-0, 3-0. Понимаешь? На какой бутылке встанет, с таким счетом победят? 2-0 в пользу Туд Роц. Голдом! Да. Считовидка не изменилась. Узел мой не вырос. Хотя нам с мужем оказалось, что у меня гораздо сильнее еще стал выпирать. Но нет, вот, пока все стабильно, поэтому просто наблюдаем. Так что мой страх ушел, а то я переживала, что там сейчас надо будет удалять щитовидную железу. Желочный тоже. Ну там загиб, у меня изгиб оказывается, загнутый желчный. Но это такая штука, как бы, достаточно распространенная. Просто после еды надо не сидеть, как обычно я люблю это сделать, а так вот расслабиться, а встать, походить минут 20, чтобы все это там прошло, перешло. Собственно, все. В целом все отлично. Добавить надо. Илькарнитинчик себе. Потому что и спорт добавился, и, в общем, там не хватает по некоторым витаминчикам. Ну и кое-что по витаминам тоже еще добавить. Так, ну пока меня бутылочка подвела, 2-0 уже явно не будет. Ну если будет, то только не в пользу угроз. А я еще закладывал 8-1, да? Поэтому еще есть возможность. Пока 1-0 проигрывает угроз. Ну вот сейчас и будет тот момент, из-за чего я уволил Артура. Артур, мой оператор. Ему подошел Мози, мой джей, и сказал, мне там что-то надо кому-то подарить. Пойдем, пожалуйста, снимешь это. И все, они ушли. И я снимаю себя на камеру. Вот я сейчас нашел нового оператора. Артур, будешь на него уходить? Теперь у меня нормальная камера, нормальный оператор. А сейчас будем выступать в Бастер. Так, ну короче, все очень плачевно. Ситуация 2-0. Как я предсказывал, у бутылочки. Я как будто бутылочку взял из чужой команды. Может быть я взял у этих, угрок бойсов. Ты не помнишь, я у кого говорил? Время тоже, вот в медиафутболе время идет вообще. Ну, у них первый тайм шел час двадцать или час короче. Долго. Сейчас главное забить быстрый гол один, потому что, когда встань 2-1, жопы загорятся так, что будут бегать все. Главное забить первый гол. А я-то, пацаны, если вы смотрите это, примените. Вообще, я с детства обожаю футбол. Я мечтал всю свое сознательное детство стать футболистом. Я прям грезил тем, что я играю на коробке, когда пройдет какой-то классный тренер, заметит меня и заберет в команду. Но вот я вырос, и теперь я тиктокер. Да нет, шучу. Чувствую новая глава в моей жизни с появлением Вани. Ну, я раньше часто ходил на стадионы, а потом как-то вот все закрутилось-завертелось, и я перестал ходить на стадион, смотреть футбол. А сейчас, чувствую, с Ваней он подрастет чуть-чуть, и мы с ним начнем гонять. Ну, если ему будет нравиться, конечно, футбол, я не буду же его заставлять. Ты со своим сыном идешь на футбол. Ну, круто же, это даже звучит потрясающе. Посмотрим. Так, нам пришлось покинуть матч чуть-чуть раньше. Почему? Потому что Артур заходил какать, ну и просто, что-то очень много узнают и фоткаются, и поэтому мы понимаем, что нам надо сейчас быстренько на самокат, и... Жалко, конечно, что дротцы, судя по всему, проиграли. Но зато финал, блин, финал тоже круто, я тоже все время думаю. Обидно, конечно, в финале проиграть, но все равно ты в финале. Ну, молодцы, хорошая команда вообще, добрые, приятные и супер целеустремленные, а все остальное... Ну, или кто-то сказал на Бурововке, что Брокбойс шесть раз были в финале, шесть раз не побеждали. Я не знаю, в каком финале они были. Представляешь, какое у них счастье будет? Я думаю, они там будут вообще в истерике биться. А в перерыве предложение, вы видели, да? Артур пошел снимать. А это все оператор другого нашел. Вообще, так у него камера крутая. Все, спасибо, Артур. Можно ехать. Если вы против увольнения Артура, то пишите в комментариях Артур не виновен, виноват мой Зиджей. Это угли у Утли. Вот так начинается у нас Утли. Пользует по-моему, лазит, лазит. Ай, коленку кусает. Ивашечка. Ну, плевет Ваня. У тебя вся коленка мокрая. Ивашкин. На доброе утро. Тику-тику-тику-тику-тику-тику-тику. Сижу, смотрю влог. И посмотрите, сидит, улыбается, на себя любуется. Ваня, ты что ли? Это что это такое? Это что за хулигань там? Ползи ко мне. Порези сюда. Почти, почти, давай. Да. Ванька. Кто-нибудь, когда у родителей, здравствуйте, когда у родителей когда-нибудь было такое, когда, например, ребенок то же самое делит, и вы беспокоились, что он может упасть и головой бам. Кто-нибудь переживал? Беспрерывно плывет человек. Мне кажется, что Ваня хочет до цветов долезть. И жужжат просто. Они даже и мне покататься. Вот так. Дрын, 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 дрын. Дрын, 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 дрын. Дрын, дрын, дрын. Дрын, 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 дрын. Я ее собрал. Можно идти на дню. Так, а подарок-то вы купили? Я думал, вы купили подарок. Ну вы даете. Забыть про подарок. Тогда мне нужно найти что-то быстрое. Я захожу на мега-маркет. И там можно найти практически все. Между прочим, есть тут скидки. И повышенный кэшбэк до 50% бонусами. Сбер, спасибо. Точно, ими же еще можно оплатить до 99% от стоимости следующей покупки. Идеальный. И не забудь посмотреть, что там девайс. Ведь у него скоро день рождения. Прямо уж прям-то скоро. Сейчас у нас июнь. Да, с первом мой день рождения, кстати. Вот это да. Вот это другой разговор. Ну, раз такое выгодное предложение, то можно присмотреться и сейчас уже. Кстати, если вы еще не делали заказ на мега-маркете, то по промокоду МЕГАДЕТКИ вы получите дополнительную скидку в 1000 рублей при первом заказе детских товаров от 4000 рублей. И доставить все бесплатно. А ссылку оставлю в описании ролика. Мам, ты меня прости, что я постоянно это... С вами ругаюсь. Это все... Это все делает злость. Тот красный, помнишь? Гнев? Да. У Васюши сейчас прям какой-то кризис. Может быть, это кризис 7 лет перед школой. А может быть, все-таки уже подходит то самое, про что я как будто еще боюсь говорить. Все же как привыкли, что пубертат наступает когда подростковый-то вот этот возраст? 15? А фигушки вам. Он наступает сейчас. В 8 лет такое может быть. Я не говорю, что все дети, и у всех начнется 8 лет. Нет. Но эта граница может начаться от 8 лет и дальше. Вот. И поэтому есть там даже список пунктиков, признаки пубертата. И у нас эти признаки там очень много галочек поставила я. Поэтому иногда, конечно, ругаемся, но не без этого. Мы потом разговариваем, объясняем, где она была не права, где я была не права. Я вообще считаю, что именно вот так строятся доверительные отношения. Потому что когда ребенок может с вами поговорить и сказать о своих чувствах, это самое главное, когда он не скрывает это все. А потом, когда я платье, это грусть. Подписчики, когда вы пишете плохие комментарии, это вами гнев управляет. Такой красный. Если что, ничего не поняли, это из головоломки. Ну вот не надо вот этого делать. Добавьте радости. Пойте вот это зеленое платье. Ох, красавица. Вот сейчас вот это вот. Артур или Дима, или второй Дима, не знаю. Только сделайте реально ее, а не как вы делаете там, во-первых, енота вот такого вот. Вот этот вот енот, который поженился с помидором. Когда я встречала Влада, это стыд. Когда встречала Влада, это стыд? А когда я велел брону, то я делаю ему вот так. Смотрите, как полезен мультик про эмоции. Так что советую с детьми сходить. Смотри, как она вылетает. А мы приехали в Коломенский парк на день рождения крестницы Дениса, дочка наших друзей. Вот, собственно, идем поздравлять, отмечать, праздновать. Пять лет человечку. Вообще, время летит, караул как быстро. Вот именно в этом моменте я резко почувствовал, что хочу в отпуск. Но пока еще это ни с кем не стал обсуждать. Вася, ты рюкзак себе готов в школу хочешь? Тебе же нужно рюкзак в школу столько покупать. С этим пойдешь? Да. Ну, на самом деле, если так подумать, мы тебе купили такой комплект черно-белый, то как будто бы нужен рюкзак какой-то другой, что ли, а не такой розовый. Я не пойду в школу. Ну, бабка. Я не жду уже. Я хочу уже класс, уже десятый, чтобы осталось чуть-чуть класс. Чтобы я наконец-то могла прогуливать. Боже, скоро 1 сентября. И это значит, что начинается школа, это значит, что начинаются уроки, домашние задания. Хотя у них там, в принципе, будет так, что они после урока будут оставаться и делать домашку. Не с родителями дома, а там, с учителями, чтобы все спокойно. А дома отдыхать. Ой, так помню первый класс, он был такой для меня пугающий. Желтые стены школы. И со мной в классе 30 незнакомых детей. И мы сидим, и нам что-то какая-то там буква Р. Я такой, домой хочу. Какая еще буква Р? До сих пор не могу ее выговорить, буква Р. Могу говорить ее букву мягко только, Р. А звонка скажи Р. Вот, я так не могу. Если я так буду говорить, я буду говорить Р. Я, на самом деле, свой 1 сентября плохо помню, но у меня есть фотография с 1 сентября. Я Василису ее сейчас как-то показываю. Она даже слегка ржет, потому что у меня там такой лук, конечно, это вообще. А Вася сейчас подбирает себе, чтобы нарядно выглядеть. Я, не помню, кажется, я очень долго картавил, прям, да, лет до 16. Я разговаривал только так. Короче, друзья, если вам интересно, как я перестал картавить, как в другой раз вам скажу, все. Ну, я помню, что мне было страшно. 1 сентября это всегда про стресс. Не только у ребенка, но и у родителей. Это можно смягчить, но избежать невозможно. Не хочу сразу первый урок и сразу прогуливать. Я должна привыкнуть, я сначала должна себя по-культурному вести. Да, в 12 классе, мне кажется, лучше прогуливать. Появились друзья, появляется экосистема, начинаете понимать, кто друг, кто враг, где нам, где можно бизнес строить, где нельзя. Ну, это все движут в школе начинается. Потом как бы втягиваешься и вообще кайф. Важно, когда родители рядом и поддерживают. Это самое главное, вот. Поэтому в этот день просто будьте рядом и поддерживайте. Согласна. Ну, а с этой день я ничего не хочу. Я хочу как Артура сжать сладкое с ним. Я хочу пойти в школу, чтобы начать ее прогуливать. Смотри, что у меня есть. Пирожок лишневый. Руки, руки, сначала поесть. Точка. Ну, куда? Молочный коктейл. Биг хит. Это же идеальный набор. Да, но есть одно но. Он только один у нас сегодня. Ну, ты жаба, конечно. Вот это нам поможет. Ты будешь пить воду, а я буду есть наш любимый набор. Ты не видел такие видео, что никогда? Кидаешь бутылку? Вау, с первого раза. Надеюсь, это был единственный раз. Сожидай еще, тогда твое право кушать. Цу-е-фако. Поехали. Ого, я сейчас просто пообедаю. А что, дай мне? Картошку, ты меня оставь. Оп. Все, до свидания. Слышу, что он воды пить захотел. Так, хватит. Такой, как ты, вкусный. Ой, забыл с картошечкой. Да ел! Ты знаешь, что? Котлеты для бургеров, но вкусный точка. Почему я вот выбираю бейки? Котлеты жарят без масла. Ты знала об этом? Нет, не знала. Зато я знала, что они кофейные зерна 7 раз проверяют. Ну, как говорится, 7 раз проверить, 1 раз попей. Попей, моряк. Нет, не знала. Поддержал. Ну, наггетс хоть один оставь. Блин, ешь картошку свою. Знаешь, за что я люблю бейки? Я всегда его любил. За то, что... Все, не раздражай, блин. За то, что я могу прийти в любой ресторан с вкусной точкой, он всегда будет одинаково вкусный. Вообще, всегда один и тот же уровень вкусноты, качества и крутости. Грилем отдаёт. Очень вкусно. У меня рука устала. Что такое? Вообще, не могу понять. Невозможно остановиться и недоизн до конца. Стой, стой, подожди. Кинь, они расты. Бельхи съела! Держи, любимый. А ты знала, что все бургеры по вкусной точке проверяют 58 раз в день, чтобы они соответствовали качеству. Вот он, мой победный. Поиграли и поели? Что теперь будем делать? Закажем. Еще по набору. Слушай, ну только давай каждому свой. Еще по пьем. А, я думаю, что он здесь трется? Они наушной катаре. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Вот так, там можно накопнуться на дерево. Итак, Влада, давай движение. С днем рождения тебя. С днем рождения, наша Владочка. С днем рождения тебя. Ура! С днем рождения! С днем рождения! Все было очень классно на днюшке. Было весело, здорово. Но попробуйте угадать, чем она закончилась. Вот просто подумайте. Готовы? Так, у нас тут снова выпадение еще одного зуба. Как он выпал-то у тебя, расскажи. Да, пошла есть картошку. И потом я просто взяла вилку, вот так вот съела. И у меня, я прикусила... Вилку? Прикусила вилку, и у меня вилка как-то вот так вот сделалась. И у меня чуть-чуть он оторвался. Вот так вот он оторвался. И, ну, я все-таки думаю, ну, что сдать? Все равно уже кровь идет. И типа до конца сделала. Это у меня уже четвертый зуб, и мне все равно не больно. Просто зубная фея приносит Василис по 5000 рублей. Я видел самолично, как Вася один из зубов просто расшатывала. Она осознала, что это выгодный бизнес. Она уже заработала 20 тысяч рублей. И кажется, останавливаться она не собирается. Зубная фея, я тебя уже жду. У меня тут целый список. Или тебе отправятся артикулы? Дети, сначала, когда вы это делаете, это вот детям затыкните уши. Потому что реально это... Он это слышит, это вот капец. Сначала гудит, когда только-только у тебя вытащилось. А потом уже не гудит. Все, можно слышать. Ваня, а у тебя там что? У нее выпадают, а у тебя только растут, да? Скажи, у меня вон там три, три остлых Можете нас поздравить, мы все получили загранпаспорта Так что можем теперь поехать попутешествовать И вот в этот момент меня просто как подменили У нас уже были действующие паспорта на руках Но почему-то, когда мы только получили новые Я сразу понял, что я устал Я устал и я хочу в отпуск Много нервничал, много дел Хочу в отпуск Все, сдаюсь Боже, как же я люблю лето Просто невероятное счастье вот так сидеть Отдыхать влажный воздух Смотреть на голубое-голубое небо Смотрите, как красиво, обожаю Трава зеленая, небо голубое Ну, на берегу моря было бы, конечно, чуточку лучше Да, муж? Оба проехали чуть-чуть мимо Невероятно сильно хочу в путешествие Лена забраковала Париж, потому что сказала, что в Париже, ну как во Франции, во Франции В Париже Олимпийские игры будут И там сейчас Олимпиада И там, ну, много людей В Китае, в которой я очень сильно хотел Как будто надо ходить, что-то все смотреть Узнавать, ну вот сейчас какое-то прям невероятно острое желание Где-то потюленись И что с ним делать, не понимаю вообще Куда лететь-то? А еще вполне возможно вам интересно, как я это снимаю Вот как я поставил на вот эту колонну свой тапок Я блакотел вас на тапок и снимал Я еду в спортзал, между прочим, чтобы накачаться перед этим отдыхом Перед каким-не понимаю Можешь в Сочи поехать Ничего не понимаю, хочу куда-то Хочу, что даже после Нижнего Новгорода просто великолепная поездка была Как будто вновь пробудило желание путешествовать Я пришел после тренировки, жена хвастается покупками А сзади вот так О, вау Ну как блестит Да, это стразы, чтобы бейн детокс Ну это про вас, да Короче, Елена Сергеевна рассказывает, это не реклама, мы купили Те, кто живут в Москве, знают эту девушку Она продает сумки, и у нее называется не Биркин, но от Биркин Подруга очень хотела, как у меня, сумку Родео Боленца Но в Нот Биркин начали шить эти сумки И смотри просто, черт возьми, как это красиво Они еще, в отличие от Биркин, делают не два варианта, а три варианта ручки Которые отстегиваются Посмотри, черт возьми, как красиво Слушай, на мой странный взгляд, это круче, чем Родео Ну это определенно может потягаться вообще очень сильно с Родео Объезд, если что, я выбирала Красивый, перчатки вообще Бигусь просто занимается боксом Ну как и занимается Она сходила несколько раз, ей жестко понравилось И она сейчас решила почему-то не ходить И я хочу ей намекнуть, что надо Ну если ей этот объезд не понравится, она может перчатки Артуру отдать Ровно как и валанчик для бадминтона Локальные бренды очень изменились Раньше просто это было, ну, более грустно, честно скажу А сейчас это так круто Это такой выбор Это такая возможность всего себе напокупать Но и это как бы опасно, потому что я не могу иногда остановиться Но все же, самый лучший локальный бренд, конечно же, что? Василин Сиаго Да, ты же это хотел? Да, я это хотел В отпуск хочу Я уже в Китае не хочу, я хочу куда-нибудь потюленить Когда Турция немножко жестко дорогая сейчас будет Сто процентов Есть ощущение, что надо дождаться осенних каникул, Васька? Хорошо, в сентябре В сентябре у нас, скорее всего, будет Турция на неделю О, фу, Дубай на неделю Да в сентябре школа у Василиса Ну, походит первые две недели, а потом на третью неделю... Мать года Василиса в своей комнате В сентябре, и без того, чтобы играться Она пытается скачать какой-нибудь там маркет Чтобы... Я хочу подарки тебе заказывать сама Так мило вообще Взрослые девчонки Вот Лена, по-моему, ранее вам уже рассказала про кризис Подростковый некий кризис Васьки Но в такие моменты, как сейчас Я прямо испытываю гордость, радость И какое-то невероятно теплое чувство Казалось бы, она просто такая подошла ко мне Она говорит, пап, какой-нибудь там этот маркетплейс меня скачает Чтобы я на своем айпеде могла выбрать подарки тебе Не знаю, возможно ли это понятие ощутить Пока у вас там нет детей Это какое-то невероятное чувство Когда ты понимаешь, что ребенок проявляет заботу по отношению к тебе Она выбрала мне в итоге трусы с волком Кожаный брелок и рюкзак Xiaomi И не заказала Ну, потому что, ну, как бы я такой Стром понимаю, что карточка-то привязана на наше Он нам просто показал, где я вот это тебе закажу Сам поступок, само действие Это, как знаете, ну для меня это магия какая-то Это я понимаю, что это вот такой кирпичик новый Который она сама закладывает в фундамент своего будущего характера Который будет прекрасным Я просто готовлю весь лист Даже внуфея Ты уже покушал? Эй, козы, ой Кому камера так нравится, слаза, да? Наверное, мать, у нас с тобой актер растет Камеру видит, сразу радуется Сейчас у нас будет ужин великолепный Курица взорвалась Курица взорвалась У нас курица взорвалась, друзья Знаете, у меня сейчас в межею ванец, а вот этим морем пахнет Я бы меня вспомнила, он у нас зачался в Дубае А то морем и пахнет Между прочим, реально так подумать, Ваня был в Дубае Ну если так подумать, да, то знаете, когда, а я когда в Египет поеду А я когда в Дубай поеду, Ваня, да ты был в Дубае? У нас ужин Куча овощей Курочка Курочка Надо, чтобы появилась энергия Мы спорили, спорили Мы с ним тренер тоже сказал, что Такую фигню Он говорит, вообще, бом, такие фиг, ну, белковые батончики Тебе ничего, во-первых, энергию никакой не дадут Без смысла Так, может, тоже там за полтора-два часа, там, кушать и все Но он, блин, он такой это Он говорит, я знаешь, что для энергии ем? Угадай Надеюсь, он не колет, у тебя Что он? Не колет, ничего себе Вот эти вот, которые там Стероиды? Ага А что, может быть, я тоже начну скоро стероиды колоть Летим и поколю А как добываются мышцы? Сила и труд Сила, труд и стероиды Такой, рехнулся и это через года-два просто на стероидах и не скукояка Вот эта шея Руки-базуки Да, я просто кабанина Я такой, ребят, не могу понять, вам нравятся эти вставки с городом или нет Когда вот там, мы показываем очень многое Поставьте большой палец вверх Понятно? Это его мнение Говорит, меня покажи, патеродактиль Говорит, не ты тебе поорал сейчас? Поземь коем на три дня Поедем на три дня Я за Ак-Ленинград, мы же хотели А там море, ну да, море какое-то Есть море? Ну там не такое, там же купаться Холодное море, да Алиса, сколько ехать на поезде, Москва, Сочи? К сожалению, я не знаю, как доехать на общественном транспорте От адреса Москва до Сочи 22 часа, 53 минуты, 23 часа ехать Туда-сюда по кровати ползать На руках вот так скакать Ну а три дня в Сочи это не подходит По твоей теории, да, то, что ребенку не полезно лететь На три дня, да, на одну неделю просто В общем, когда Василиса была маленькая, просто педиатр, она говорила Что это не полезно для ребенка маленького до года, до полутора даже лет А летать на такой короткий промежуток времени Что если лететь, то лететь надо минимум на неделю Поэтому, собственно, со вторым я как бы придерживаюсь того мнения Которое мне сказала педиатр еще, когда Вася была маленькая Если вы так не считаете, напишите в комментариях Так, посмотрел, короче, в Сочи Как я и планировал, как я и думал Все нормальные отели уже заняты Вот, теперь начинается эта торговля самим собой Я начинаю такой, забиваю, где Можно отдохнуть в июле, где там Черногория Я такой, обратно в Турцию Обратно в наш отель любимый, в котором отдыхаю в Турции И там, знаете, сколько сейчас за неделю стоит в турецком отеле, в котором нам нравилось отдыхать Надо где-то еще посмотреть в сочинский отель Я просто хотел маму отвезти, чтобы мама с нами поехала и взять ее именно на, как ее, Красная Поляна Мне очень нравится эту локацию Так, а сегодня у нас все попеет с этим дурацким шкафом Он наконец начнет сдвигаться с этой точки, на которой все замерло Воняет шкаф до сих пор, Вася до сих пор не спит, не живет в этой комнате Просто вот, поиграется в ней днем и все, и уходит из нее Крах, считаю, крах полный А шкаф по праву неприятно пахнет Похоже на то, когда после папы в туалет заходишь Приезжали какие-то эксперты из этой фирмы Посмотрели, понюхали шкаф, потрогали его, поняли, что он действительно воняет Они просто снимают двери и их увозят Новости по тому, что я за ночь подумал про отдых Да, честно говоря, я ничего особо не подумал Я заметил, что на других сайтах еще, оказывается, есть отели Я уже увидел отель сетевой, как он там называется Какой-то большой сетевой, типа Паркино, только не Паркино Вот, так что, возможно, возможно, мы скоро сейчас купим чего-нибудь и полетим в Сочи Но, у меня еще новость большая Знаете, что пока не могу вам рассказать Скоро у нас выйдет такое видео Потом расскажу Нам нужно срочно определяться с количеством людей на свадьбу Точнее, у меня список есть Тебе нужно его посмотреть и утвердить Вдруг ты кого-то хочешь добавить И нам надо определяться с количеством людей на мальчишных-девичных Потому что нам надо срочно покупать билеты Куда мы идем на мальчишных-девичных Итак, ребята, у нас события развиваются Просто семимильными шагами Я вот все хочу в отпуск А я понимаю, что у нас как-будто в отпуск и некогда поехать Потому что сейчас у нас что будет? Днюха Василисы Через неделю, да, мы, конечно, можем вот эту неделю взять и полететь куда-то отдохнуть Но странно, да, нам будет А потом днюха проходит И почти сразу у нас будет наша свадьба Ну, к ней подготовка и наша свадьба А до свадьбы мы еще в Питер поедем, потому что там концерт хлеба будет А в сентябре уже школа Василисы Походу, откуда, откуда накрыть смен Тебе? Нет, у нас есть возможность после Васькиной днюхи И до поездки в Питер А, можно сразу после днюхи улететь Слушайте, кстати, хотел спросить у вас быстренько, быстрый вброс Рабочая сторона у меня вот эта Или Напишите, с родненькой или безродненькой Может быть такое, что нет рабочей стороны Вполне возможно, выясним Потому что мы место нашли, ведущего оплатили Все супер Медийных гостей Мы сейчас обсуждали про медийных гостей Знаете, как некоторые зовут? Просто на свои мероприятия куча медийных А мы такие Короче, между охватами и душой у нас всегда выбирается душа Поэтому мы позовем только Родных, друзей и близких Все, я сейчас пойду оплачу школу в Василисе А вечером посмотрю с 28 по 5 Где мы можем отдохнуть Ну, в смысле, есть ли что-нибудь в Сочи Или в Тверце В Сочи тоже отелей нет Вообще, рассмотрел вообще Все хорошие отели В Дубай, да в Дубай мы сейчас спичемся вообще А если чисто из бассейна не вылезать? Вообще, да Вот я вспоминаю, как мы отдыхали в отеле Даже знакомые в Рим полетели Знаешь, сколько сейчас? Сегодня конкретно 38 Лето? Лето Спортом позанималась, теперь можно и поесть Мы на радио Если кто из вас не знает Есть прекрасный человечек, который открывает невероятно крутые места Самые модные и самые вкусные Такие как Бланк Такие как Яуза Такие как Радио Это очень вкусно И я советую посетить все места эти Потому что не пожалеете Вот прямо от души От души сейчас на слово Ну, если вам интересно, друзья Это правило, у нас есть гениальный знакомый Алексей Ореховой Можете в Ютюбе вписать Алексей Ореховой На шуме Там у него большой фильм про него сняли Ребята из-за На шуме Очень клевый Он не музыкант Но что-то в нем гениально Вот какой-то вот у Кани Я чувствую Знаете, когда я смотрю на Кани И примерно на Алексея то же самое Так что очень советую А мы кушаем У меня какой-то суп миндальный Непонятно Сейчас попробуем Так, я миндальный суп никогда не ел Не могу вам даже сказать на что это похоже Но это вкусно Тут арбузик еще Миндальный суп, арбузик, все есть Но меня снова не взяли с собой покушать Это что, трагиция такая? Аааа? Вот, что думаете? Блин, нас звучит, когда я сейчас говорю, сам проговариваю, как звучит как расточительство. Чё, рост, ты, смотри. О, Камеля. Так позеливать или так? Как позеливать? Он помогает мне живот умрать, не из живота. Он решил протоптать его. Лена вот с этими толстыми косичками, это какой-то просто отдельный вид моей любви к Лене. Я не могу, я все время смотрю, налюбоваться не могу. А еще к нам в гости приехали невероятные суперзвезды, блогеры, ютюберы и просто шикарные люди. Такие глаза красивые, голубые. Да, моры. А это все изменится, мне кажется, со временем. До года. Если в год не поменяется, то все. В год обычно меняется цвет глаз, который наступит. Все поменяется, глаза станут более обычными, а волосы только более рыжие становятся. А почему он уже лосеет? Он был лысый, здесь вообще была макушка лысая. Чуть-чуть заросло уже. Да, открою секрет. На самом деле весь этот отпуск это лишь повод, потому что по-настоящему мы везем просто Ваню на пересадку волос в Турцию. Нет, это еще из-за высокого тестостерона. Нет, на краны. Так разглядывает. А какой характер мне вести в одно предложение? Улыбашка. Просто это солнце. Ты зачем нас увидел сразу улыбашь? Добрый, молчу. Он улыбашка. Рубрика «Почему классно быть блогером?» Потому что я сказал, что мне нравится Поло и нам магазин. Магазин Марко Поло прислал Поло мне, Лене и Васке. Прикиньте, Марко Поло. Спасибо вам огромное. Просто что-то с чем-то вообще. Лайм подарили, Марко Поло подарили. Мерседес. Вы не смотрите нас, что ли? Мерседес. Мне нравится детский мир, золотое яблоко и сумка Прада. Так, в прошлом видео я разыгрывал выстрелин Сиагу. И сейчас расскажу, кто из вас ее выиграл. Сейчас включим рандомайзера, все узнаем. Но перед этим я хотел сказать, что мне сегодня пришли посылочки с моим любимым сайтом. Давайте посмотрим, что-то новинки у нас. Скоро у нас будет летний дроп. Ух ты, ё. Ой, ну это как я люблю все это. Коротенькая. Какая ткань, друзья. Это просто... Как же я люблю, когда нет флиса. Как же я все это люблю, когда это... Когда это вот так круто и легко. Ну это, конечно, Лена у меня отберет 100%. У меня такую черную. Да я вот тогда... Да, не, на бокс ходи, на бокс. Стилевый, нет? Слоган, с которым надо двигаться по жизни. I create my own style. Такая же сипочка. Коралла. Я ее вот так называю цвета кичунеза. Две сумочки у нас будет. Ну это я вообще буду носить, да? Вот вообще, вот это будет бестселленом. Это 100% будет sold out в первые секунды вообще. Смотрите. Такая она из ткани, знаете, она тканная. Как это... Скорее, больше похоже на шокер. Но она очень клевая. Ну это моя тема, друзья. Шорты. Такие же розовые шорты. Это как будто, смотрите, у Василин Сяга дайнеров. Знаете эти дайнеры, где еду эту продают? Мне очень нравится, что сейчас у нас вот такой материал. Блин, я не знаю, вот я, знаете, на ощущение все. Он такой тоненький, видите? Не такой хлопковый. Я понял, что вот вообще 100% хлопок. Я сам прошу, я сам пишу Юле постоянно. Юль, давайте добавлять полиэстер. Полиэстер, это считается как бы, ну, типа синтетика, что ли, или что-то еще. Но для меня полиэстер это топовый. Я все свои там какие-то брендовые, небрендовые футболки. Мне больше нравится, когда есть 90 на 10 хлопок полиэстера. Потому что полиэстер дает возможность футболке не выглядеть как из... Как будто ее отсюда достали. Ну, это победа. Это надо будет Владу Роговскому подарить. Хай! Пришел на яхту тусоваться. Василин Тиаго. Носочки. Сразу по три пары у нас обещали мне производить. Ну, в смысле, по три пары сразу в коробочке будет продаваться. Такие вот розовые будут. Для любителей. Веселье. Такие носки с Васькой. Это истерия, блядь. Это мой любимый брелок у тебя. Я себе на джинсы повесил его. Вот этот брелок, смотрите, вот даже просто в сочетании с этой рубашкой. Я в зеленую надо повесил. Я, короче, вот так его вешаю. И вот так гоняю. О! О! Ага. Ага. Все, это меня пополнили мои бланки. А то я хожу постоянно, видите, в марджеле. Потому что я в Васьелин Тиаго заносил. И мне руководство. Наша Юля и Люся. Они говорят, Дэн, ты что не ходишь в нашей одежде? Людям кажется, что ты ее не носишь. А я ее заносил, износил. И все. И мне не в чем ходить. Ну, а теперь у меня бланки пополнили. И смотрите, какие у меня есть. Просто прикол в том, что я повзрослел, постарел. Я ношу только в основном... Если вы уже смотрите в блоге, вы видите, я ношу в основном только бланки. Ну, это же просто победа. Победа и истерика вообще. Кукаяка.com Торопитесь, успевайте. Скоро летний дроп. Скоро много новиночек. Но уже сейчас обновили бланки. Уже сейчас добавили кучу новых цветов. Так что приходите, забирайте. Сейчас лето. Самое время красоваться в красивой одежде. Главное вообще в бизнесе, что я понял, друзья. Вы можете желать, можете работать, можете медитировать, визуализировать. Но один из самых офигенных рабочих инструментов – это партнерство. Находите партнера, кто в этом уже силен. Ваши усилия – и тогда вообще невероятные успехи достигаются. Все самое большое и самое крутое у меня рождалось в партнерстве. Даже мои дети. Нам как будто природа вообще. Смотри, я сейчас понимаю. Блин, я гений, мне надо курс запускать. Наше естество нам показывает, что все самое лучшее в нашей жизни происходит в партнерстве. Потому что один ты, как бы, ну, ребенка из себя не вытащишь никак. Можешь стараться как угодно. Можешь думать, что вот это, то, что из тебя вылезло, это ребенок. Но вряд ли. А все самое лучшее и прекрасное в нашей жизни происходит в партнерстве. Так что, друзья, партнертесь на всех стадиях вашей жизни. Главное, что вам партнеры попадались хорошие. Смотрите, что у меня есть. Мешочки. В этих мешочках кое-что крутое. Не знаю, как это сейчас сядет на меня, но поздравьте нас. Мы теперь делаем очки. Ну, кайф, смотрите, а? Ну, кайф, ну, кайф. Все, друзья, вообще, у нас все есть теперь. Все для вас. И одежда, и брелки, и очки даже уже. Все есть. Все, что вашей душе, телу и голове будет угодно. Все, пойдемте разыгрывать уже сертификаты. Так, во-первых, хотел сказать спасибо большое за обалденное количество комментариев. Согласна, просто добрые, вообще, такие теплые комментарии. Спасибо большое. А сейчас мы быстренько выберем победителя того, кто заберет сертификат на 10 тысяч рублей. Пика Уинер. Написано Choose From All Comments. Так, я навел, нажимай. Кто-то. С днем рождения, Лена, юзер, ZC2CL9DI1M. Поздравляем! Поздравляем, ты или ты выиграл, или выиграла сертификат на 10 тысяч рублей в кукаяк.ком. Схема такая, напишите мне на почту, пожалуйста, пишите скриншоты из вашей YouTube студии, чтобы я понимал, что это именно ваш аккаунт. А, вот, все, здесь можно найти, вот. Елена Филатова, дата регистрации 19 июня 2017 года. Лен, пришли, пожалуйста, мне на почту скриншоты из своей YouTube студии, что это твой YouTube канал, и ответно я тебе пришлю сертификат. Ура! Все, почта моя, вот написано здесь. Поздравляем! Поздравляем! Лена, Лена, очень красивое имя, вы знали? Что-то в этом есть, да, прикольное имя. Это кто, он тебя обижает? Как зовут? Карт-дон-дон. Да нет, тебя как зовут. Карт-дон-дон. Карт-дон-дон. В ногу. Влада убила. Ну, в пройденности радио он венокеил. Отстрелил руку. О-о-о! Вот, все! О-о-о! А говоришь, у нас... Ты прям в него стрелял? А говоришь... А говоришь, у нас не так... Нет, в любое место не получится, надо именно в точку. Ну что скажешь? Поговоришь? Ну что скажешь? Говоришь? Что... Что считаешь по-прежнему, что у Эксайла веселее? У меня контракты. Не задавай такие вопросы. Ладно. Если кто-то не помнит или не знает, то эти люди... Это велик... Это сейчас... Ну... Первое. Это друзья мои. Друзья нашей семьи. Просто великие. Великолепные люди. Отныне они еще и суперзвезды интернета. Андрей Кокошко, Влад Роговский, канал VlogSquad. Влад бизнесмен, хилантроп, миллиардер. Еще катается в коротких шортах на роликах. А Андрей гений современности. Он креативщик, он выдумщик, он великолепный актер, рок-н-ролльщик. У него красивые и клевые татуировки. И раньше он работал у нас в Кукояко Продакшн сценаристом, креативным продюсером. Он ушел. И теперь я нанял нового сценариста на место Андрея. Попробуйте угадать, как зовут нового сценариста. Ну попробуйте, напишите в комментариях, как зовут нового сценариста. Что? Ты москопак? Вопросики? Бейсболка. Это новая школьная коллекция. Вал, сейчас ты видишь. Он не убирает. Ты как из того мема, где батя на леду лежит. Помнишь? Видела? Нормально. Ты помнишь, какой момент самый мой был пик популярности в ваших влогах? Я помню. Все комменты про меня были. Я помню. Где-то перекрасился в белый цвет. Нет. Можешь побегать по комнате? А, я вспомнил. Вася бегал по комнате, а я вот так угол прикрыл. Безопасность. Нет, я не хочу, я хочу папа. Влад будет бегать, а ты перекрывай углы. Давай я буду бегать. Но это другое. В случае с Владом он будет прикрывать углы, чтобы углы не испортил. А что у вас стоит деньгами сейчас? Мы купили Вася шкаф, но на двери не хватило. Деньги не проблема, есть. Давай бегать. Работаем. Здравствуйте, вы Наталья? Мы прячемся с Андреем. Здесь, в комнате. А все заметили, что мы ушли из канала и кое-что изменилось все вообще. У вас брекеты в обоих? Ой, у ребят появились деньги, да, они смогли поставить брекеты. И вы двери поставили. Разница знаешь в чем? Ребята поставили брекеты, у них есть деньги. Ты поставил элайнер, и у нас на двери не хватило. Раз, два, три, восемь. А что они, они и так хорошие, они и так вот спятятся вот так. Мы спятались! Ну или вот так. Мы спятались. Время идет вообще неумолимо. Вася скоро идет в школу, а пацаны ставили суп с звездами, поэтому мы теперь можем сделать превью, за которое вы не будете меня ругать в кликбете. Мы напишем, что прятки дома против популярных блогеров. 99, кто не спятаться, я не виновата, 100! Я так не смеялась давно. Иди скорее искать. Это не я! Давай, давай! Полом! Что ты Андрей подарил? Только я носки поднял на уровень головы, Л twice... Мне кажется, у него кровь, кровь просто в носу все... Влад? Это я не упрою! Фу, я испугался. Аааа, нету. Папа! Здорово. А что, меня тут нету. Это игрушки, говорящие, меня палят постоянно. Я постаралась еще игрушки, под ним начинают выть. Ой, Ваня проснулся. Стоп, стоп игра. Мы очень палимы сделали. Они палимы, это фонарь. А, Андрей, иди. Уси чуть-чуть у меня защитилась. А где Влад? Влад в коробке. Дай мне свой скот. Что? На счеты считаю. Покажи, как мы популярными стали. Дай мне пять. Сделайте из этого эдитов и в ТикТоке, чтобы все, кто меня знает, чтобы это все было в ТикТоке. Под музыку, монтажные приколы всякие. Как мы с Васей бесимся, все в ТикТок. Пожалуйста. Чтобы было круто. Конкурс. А какой приз должен быть? Репостик будет. ТикТок. И давайте от нас еще купим подарок. Любую вещь с сайта kukipi.com за лучший монтаж, который выберет Андрей Кокошко. Тссс. Васька уже спит. Ребята уехали. Лена там занята тоже уже укладыванием баньки. А я завершил начатую эпопею. Я забронировал на монтаж. Как думаете, куда Вам полетим?